Если начнёте, чё у вас такой туман-то там стоит? Плохо видно вас. А, подождите, вот, камера просто плохая. Ну вот так. Чё это вы-то загалдели-то? Испугались или обрадовались? Обрадовались. Хатабы чё увидели? Ну ладно, Хатабы. Чё у вас больше ни о чём нету? Другие только Лев Толстой, две фигуры. А с бородами-то многие были. Мы пришли вам рассказать о том, что здесь делается, о том, что здесь делается, это гибель для души. И показать. Господь будет судить нас по этой книге. Понимаете, что? Вот эта рулетка создана для греха. Вы знаете, кто я... А вы где находитесь? Где нахожусь? Вопрос очень хороший. Город Барнаул, Алтайский край. Игнатий Лапкин. А вы староверы, да? Из староверов. Наши корни, все там. Только не ругайся, чтобы ни одного плохого слова не слышал. А то вот так вот полбу шелчком-то дам сразу. Так, договорились, чтобы не ругались? Мы постараемся. Ну не смотри. Иначе будет стыдно на весь мир. Так я вот что хочу вам сказать, любезная. Эту рулетку создал человек, которого вы не знаете. Кто её создал, знаете? Нет. Школьник, 17-летний, Андрей Тарковский, двоечник. Он говорит, у меня одни двойки были, экзамены не сдать. Я стал думать, что вы придумать. И придумал вот эту рулетку, чтобы люди могли расходиться. Сходиться ничем не обязаны. Ну, как в купе едут дорога. И мужчина, женщина сблудили, разошлись и всё. От кого ребёнок, не знает, аборт сделала и пошла дальше. Она до этого сделана. Тут половина мужиков голые валяются. Копейки им нету. Процентов 80 из общего числа – это мусульмане. А я говорю, а зачем вы-то здесь? Ну вот, познакомиться. Я говорю, я вам расскажу, а вы думаете. А сидит человек пять, мусульмане. Я говорю, у тебя дома, у вас есть такая книга, которая разрешает вам делать то, что вы делаете. Я говорю, вы эту книгу читали когда-нибудь? Показываю. А он смотрит. Коран, Коран, наша книга. Я говорю, считай, что написано. Он не может. Я говорю, тут баран. Не можешь прочитать. Наши такие же православные. По старковной славянской службе идёт. Так вот, у тебя дома по этой книге разрешается четыре жены иметь. Но за каждую надо колым платить. Вино называется. Это очень дорогое удовольствие. А тут даром сорок четыре, все голые бесплатно. И ты привык жеребец с юга кататься на чужих кобылах. Захохотали сидят. Я вас знаю. Блудящее племя. Вы никогда не идите на поводу сегодняшних выгод, размышлений. Я им говорю о Библии, о Боге, о вечности. Я говорю, у вас в книге тоже написано, что блудники царство Божие не наследуют. Участь блудников, наркоманов, пьяниц в огне с сатаной бесконечные мучения ждут. А кто будет веровать во Христа, который умер за наши грехи, тот имеет жизнь вечную. Жить надо для Бога. Пойдите в храм Божий. Исповедуйтесь. Причищаться не надо. Вы негодные. Купите Библию. Вы знаете, что эти дни в Екатеринбурге было? Какая смута. Боролись там за сквер, где решили церковь ставить. Я им говорил, неправильно отойдите оттуда. И, наконец, Путину все это сообщили, дали указание разломать все заборы и вернуть прежнее состояние. Победа. Люди сегодня в ладошки хлопают везде. Попы было задушили людей. А я верующий. Я должен сказать, они не правы. Теперь на меня они идут. Но мы перед Богом когда-то предстанем. И Бог посмотрит, кто ты был тараканом или человеком. Я гляжу, у вас там общежитие какое-то. Как у нас, наверное. Нет. Нет. Мы свидетельствуем, потому что Бог нам дал эту власть. Нести Слово Божие. Мы строим православную деревню с нуля. Где условия первые, кто желает поселиться. Он должен отвечать пяти качествам. Никогда не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. Я как-то в краевой администрации сказал. Она говорит, у нас тут ни одного такого нету. Статистика врет. Женщины, говорит, матерятся. Мужчины все курят. А у нас вот такое правило. На Алтае. Мне Господь позволил создать детский лагерь. Я 45 лет был начальником его. Тысячи детей подняли. И государство ни рубля не дало. Нигде. Только гнобили, давили и все. Но мы выстояли. Почему? Господь был с нами. И сегодня я пришел в это место. Я сейчас не могу точно сказать. Наверное, 83-й день. Так мы нашли хороших людей, сколько здесь. Рассказали им. Они выходят на меня, на мой ресурс. У меня большой канал. Канал называется «Во свете Библии». Можете посмотреть. Зарядите, не пожалеете. «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Где-то запишите. Это очень большой канал. У нас 15 300 роликов. Понимаете, что это за цифра? Там все, как детей воспитываем, как в храме, как дети. Ну, все показываем. Мы не составляем какие-то. Редко там сейчас новые люди пришли к нам в помощь. Они составляют. Вот что в Екатеринбурге было, я уже третий ролик ставлю на эту тему. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать. Почему надо жить для Бога, а не для себя? Ну-ка, еще раз. Почему надо жить для Бога, а не для себя? Как-то я вам неправильно, наверное, расслышал. Что-то два года не для себя. Почему надо жить для Бога, а не для себя? А, для Бога. Это значит, ты сам себе не властен. Бог сотворил нас. Бог нас создал такими, как есть. Меня мужчиной, тебя женщиной. И поэтому у каждого свое право, назначение. Меня вот Бог избрал. Я в 23 года после армии во флоте служил, вернулся. И пошел работать на море, на Балтике. Матросом был. Учился в училище. И в это время в руки мне попала Библия у людей добрых. А я с детства верил. Мы из старобрядцев, староверов. Я знал, есть суд Божий. И мать говорила, пионеры нельзя, сынок. Там сатана подвесит его. На том свете висеть будешь. Плясать нельзя, потому что на огненных гвоздях будешь прыгать там. То есть она, как понимала, мать так говорила. С женщинами дела не иметь, пока ты не женишься, пока не благословят родители. И меня Бог спас. Вот говорят, а почему памяти нет? А я говорю, а почему у меня есть? Я цитирую сотни, тысячи могу стихотворения рассказать. А мне 80 лет. 80. А у меня три голубятия. Я туда-сюда лажу. У меня за плечами пять тюрем, за слово Божие. Лагерь. Сколько людей покаяло. Следователь обратился. Христа принял спасителем. И там мне дали Библию. Я узнал, что за меня умер Христос. Умер и воскрес для моего оправдания. Вот сейчас до Вознесения мы приветствуем все время Христос воскрес. И все отвечают, как? Воистину. Воистину. То есть действительно Он воскрес. Он живой. Он живой и придет опять судить этот мир. Жить для Бога. Большего счастья нет. А почему? Ну, Он нас сотворил. Вы пришли совсем не то, чтобы не так давно, а не сразу, да, к этому? Я никогда раньше не слышал о Евангелии. Никогда. Я знал, что... Вы жили распутной жизнью, да, тоже? Как? И вы жили плохой жизнью, да? У меня жизнь самая хорошая для меня была. Я очень спортивный был. И работаю на море. У меня деньги. С выходом за границу. Я добиваюсь в это время сдать три курса училища высшего. По выбору комиссии на английском, немецком или французском языках. Мне очень много Бог дал. А внутри пустота. Я чувствую. Вот спрашивают иногда, а кем хотел быть? Ну, кто-то артистом там. Ну, кем хотят-то? А я в пяти лет я знал, кем я буду. Я к этому готовился. Ну, а кем хотели быть? Вы говорите, что вы в лагере были? Да. Ну, лагеря обыкновенная. Политзаключенных нас было. По политической статье гнали. Я хочу сказать, кем я хотел быть? А кем хотел быть? Я говорю, террористом. Никем больше. Потому что коммунисты что, разрушили? У меня было желание отомстить им. Я всю жизнь тренировался. А теперь Бог показал, тебя будут гнать, тебя будут гнобить, тебя будут садить. Он, Бог меня вот так перевернул и направил в этот путь. И вот я здесь уже 56 лет. Это Господь сделал. Это Господь только мог так сделать. Это даже нельзя выразить. После освобождения я преподавал одновременно в пяти университетах. Вел занятия. В девяти школах, во всех отделах милиции, воинских частях. Три радиопрограммы регулярно вел. И по материалам этим пришлось написать 38 томов книг. Бог положил на сердце подарить библиотеке мира. И мы проехали с Барнаула до Владивостока. Во все города и районные центры. А потом на границе забросили груз и прошли до Лиссабона. Вы знаете где? Португалия. Прошли Турцию, прошли Прибалтику и Скандинавию. Посетили 650 городов за три года. Подарили на 35 миллионов рублей. А у меня ничего нету. Это Бог делает. Подарили книги, которые в Дании, в Королевской библиотеке. Видели библиотеки у Путина стоят мои книги. Это Бог так делает. Он берет и поднимает человека. Это не мое. Это благодать Божия. Почему Бог забирает близких людей? А Его воля. Это Его. Он знает, когда кому как. Я никогда не думал, что я до 70 доживу. Меня мучили 26 лет только. Выкручивали. Морозилки держали. Еще не было. А я еще ни одной таблетки не съел. Но у нас нет мясного, нет алкоголя. Вообще нету. Мы не нуждаемся этим. И все работают на физической работе. У меня нет гуманитарного образования. Я до армии строительный техникум кончил. А семья пролетарская. Отец без руки вот так вот с фронта. Десять детей. И меня в органы МВД направили работать в строгорежимный лагерь. Оттуда в армию загремел. Армия это так тяжело. Для меня она просто радость была. В морфлоте. И во время службы в армии Господь позволил мне изучить все политические системы мира. На разных языках учил. Самостоятельно. Я не знал сгодиться когда. А потом все это сгодилось. Когда я Евангелие получил в руки. Это простая моя биография. Как будто. 21 тысяча селения разрушены в России. Почему ни одно не восстанавливается, как наше? И мы первые. Один такой лагерь был на всю страну. Православный. А чем он отличается? Всем абсолютно. Соблюдают посты. Вставать в 5 утра. Вы в 5 утра-то не встанете. А мы встаем всегда в 4.40. А вот я как все время в интернете здесь сижу. Каждый день 14-16 часов. То приходится во втором часу ночи я уже на ногах. А сколько у вас сейчас время? На настоящий момент. Сейчас я скажу. В 8 часов 38 минут. Вот так. У нас 4 часа. Так вы заходите на наш YouTube. Вот. Вы там увидите сами себя. Уже через неделю примерно. У нас 4.48 минут. Ну а я вам все. Вот я здесь составил 430 роликов уже в чате. 430. Такие беседы большие были. Мусульманами. С буддистами. С язычниками. Видите как. Вам из сона ушел. Молодец. Вы когда будете молиться, всегда платок надевайте. Чтобы женщина постыжает голову, если без головного убора. А мужчина наоборот должен без головы быть. У мужчины власть, у женщины борода. А почему мужчины бритые? Подкаблучники. Бабы крутят ими как хотят. Она должна быть в полном послушании. Если хочешь быть замужем. За. За мужем. За. Математически выверено. Если мужчина имеет один талант, два или три. Бывает. Такое. Много знает. А женщина это нуль. Так вот, если она сзади станет, если у него три таланта, будет 30. А если впереди станет, ноль целых три десятых. Интересно? Интересно. Интересно. Вот вы заходите на наш ютуб. А вот если вы зарядите через гугл или яндекс, сайт. Сайт называется, открыт это, во свете библии. Там вы увидите все мои книги выложенные. Последние книги четыре. По 800 страниц каждая книга. Там 3467 моих стихотворений. Каждая по девять куплетов. Вы никогда таких стихов не видели и не читали. Во свете библии. Да, во свете библии Игнатий Лапкин. Вот вы если... Я зайду и почитаю. Вы если захотите встретиться в скайп, зайдите, Игнатий Лапкин. Я один под этим именем. В скайпе. И там, может, я вам скину большие материалы, там наши ресурсы. Мой мир. Форум огромный у нас. 1602 темы. Вот мы когда в поездке были, у нас распорядок был жесткий такой. Мы в 10 отбой делали. Должны были что-то сготовить себе. На машине едем. В лесополосах ночевали. В 2 часа подъема мы уходим. У нас в день выходило в среднем 1030 километров. И каждый день мы должны посетить не менее там 5 городов, пунктов. Мы сделали такую поездку, которую никогда не сделать. 6 мусульманских республик, Турция, все позади. Это Бог так сделал. Он. А почему Богу? Потому что Он нас сотворил. Это первое. Во-второе, Он дал мне глаза, уши. Это Бог дал. Дал землю, воздух, воду, солнце, звезды. Он дал. Для кого же я буду жить-то? И Он нас благословляет. Вот я где был в тюрьме, в лагере. Я видел, как людей убивают и прочее. Но я шел по санкции МГБ, Московской КГБ. Поэтому обо мне было особое там распоряжение не трогать. И они не задевали меня. А почему Он не дает? Почему? Чего ты хочешь. Почему что? Ну, не дает, допустим, людям детей. Которые люди... А они Вам нужны? Вы Богу молитесь, детей. Зачем они, дети, нужны, когда они не слушаются? Когда растут... Кем растет женщина? Девчонка. Я вот с мусульманами был, а там у них имама, мулы. Я задаю вопрос. Какой процент сохранения девственности до брачной ночи? Они меня даже не поняли. Как какой? Сто процентов. Он на седьмом классе уже на вторую букву алфа это называют. Нет, ну я просто говорю, что почему так? Так, кто хочет детей, ему Бог не дает. А тот, кому не надо, пожалуйста, они делают... Они ходят и делают... Он горшечник, написано. Он нас сделал такими. И он знает, кому что подать. Ты научись благодарить. Не лежи. Ты должна быть все время в труде. Для Бога каждый шаг. И тогда к тебе будет прислушиваться. И Бог даст совершенно неожиданно то, чего ты желаешь. Ты скажи, Господи, я совсем согласна. Ты знаешь. Замужняя заботится о муже, как угодить ему. А не замужняя, как угодить Богу. Большая разница. У ней защиты нету. Только Бог. Поэтому надо благодарить Бога, что ты одна. Потому что муж пьяница. Каждый день будет деньги вытягивать с тебя и бить тебя будет. Пинают, убивают жен. Зачем тебе идти? Где они, настоящие мужья-то? Где настоящие жены? Мужиков. Женщин-то в стране-то на 11 миллионов больше, чем мужиков. Которые никогда не выйдут замуж. Их в Чечне-то везде переколотили. Да пьяные, да умирает раньше. А тот Игорь Растеряев-то поет про это. Где они? Кладбище, кресты. Они умерли, их нету. А которые есть, они... Ну обычно как раньше, если сватается мужчина, он там приободрится, там погона, генерал или губернатор. А сейчас голые лежат, вот до пояса. То есть все богатство ниже пояса. Он этим хвалится. Ну надолго ли это? День-два это он тебе надоел, опротивил. Вот почему. От кого еще родишь? Самый ненавистный будет в ребенке отображаться. Ты ребенка будешь не любить. Никогда не проси ничего. Только скажи, Господь, да будет твоя воля. Помоги мне быть верным тебе. И Господь благословит. Вас как звать-то? Александр. Александр. Да благословит вас Господь Александр. Спасибо. А остальные это кто? Спасибо. Они уже зряют. Откроет Господь истину, чтобы полюбили Христа. Одна вера? Вера. Коснись, Господи, сердца веры, чтобы она полюбила Христа и спасение свое. Господь знает, кому что надо. Конечно. Это большое горе, когда дети не слушаются. Я вот имею большой опыт той жизни в заключении. И вернувшись, я сотрудничал с тюрьмой 18 лет. Бесплатно. И с малолетками. Ужасное состояние людей. На себя руки накладывают. Друг друга убивают, насилуют. Я был среди этой среды. Был и жил, и проповедовал. У меня следователь обратился, принял крещение. Начальник тюрьмы по-христиански умер. Преступники становились, а ночью я молился. Они говорят, мы вчера без вашего разрешения не стали молиться. Семь человек становились на колени. Можно мы с вами молиться будем? Это в тюрьме. Строгой. И меня Бог провел, и мне это надо. А вначале, конечно, я насчитал около 50 книг. У меня тонн студии, 15 магнитофонов. Я распространяю, Библию насчитал. Златоуст, Архипелаг ГУЛАГ Солженицына. В первой стране опубликовал. Конечно, меня оторвали от любимой работы. Я теперь сижу. И думаю, зачем Бог так это сделал? Но я ничего не подумал. Благодарю Бога. А теперь вижу, когда я вернулся, Теперь я реабилитирован, как политзаключенный. Узник совести. Теперь все по-другому. Я подал в суд, что изъяли. И стоимость того, что похитили, стоила 11 миллиардов. По тем деньгам. И 11 лет шел в суд. Они мурыжили, отменяли. Опять начинали. Обманывали. И, наконец, Москва вмешалась. Сказала, заново пересмотреть. И я выиграл этот суд. Сразу сказал, ни копейки себе не беру. Одна статья, это уголовная. По уголовной. А другая по гражданской. Кодекс называется. Такой, что было здесь. С политикой не связано. Не могли связать. Я то и другое сразу посвятил Богу. Получил первые деньги. Сразу накупил для тюрьмы. До копейки. Евангелие. Там, что требовалось. Я знал нужду их. Я иду по камере. Они меня все знают. Они знают, что я каторжник. А мне известно, о чем он думает. Я уже могу представить. И Господь так сделал. Теперь выходят. Они тут освободятся. Меня ищут. Где я живу, отблагодарить. Бывают там мусульмане. Там чужие люди. Я, в первую очередь, им старался помочь. Чтобы они не отчаялись. Мы должны людям явить лик любящего Христа. Это я говорю не чужое. Своё, что пережил. Какой я? Никакой. А вот Господь положил на сердце. Избрал и сказал. Иди. Я пошёл. Вот сегодня в чатру редко. У меня столько работы сейчас по интернету. Но я ещё не был. Я только захожу и сразу перекрестился. Господи. Дай мне, чтобы не мужиков пьяных, лежащих. Она лежащая женщина. Господь знает, что дать. И не пьяная, и не раздетая. Он услышал мою молитву и вас мне открыл. Вы хорошие, красивые девушки. Примиритесь с Богом. Сходите в храм. И не настаивай. Не проси у Бога, чего не знаешь. Ты не рада? Ну и молодец. Александр, сходи. А с этими, которые заходят, знакомятся. Вы не знакомьтесь с теми, кто заходятся. Им только одно. Похоть излить жеребцов. Им это ничего не надо. Кроме этого. Ничего им не надо. Безобразничают. Я вам много сказал. Приобретите Библию. Сходите в храм. Исповедуйтесь. И к этой, к прежней жизни никак не возвращайтесь. И посты соблюдайте. Ищите тех, где можно кому-то помочь. Бывает многодетное. В няньках побыть не за деньги. И вы увидите, как жизнь наполнится другим смыслом. Потому что все временное в жизни. Все. Я вам говорю, вот вчера я полностью посмотрел прямая передача на Украине. Владимир Александрович Зелинский вступал в должность президента Украинской Республики. И молился и молился о них. У меня такая пища вчера была. Плакать хотелось. Я смотрел, все видел. Молимся. У нас 7 раз в день надо остановиться. Три святые и 100 поклонов. То есть в день около 1000 поклонов. И хотелось плакать. Сидят люди со всех стран. А я вижу другое. Я вижу все разваленное. Как мошкара. И Бог так положил на сердце. Смотрел у Путина на 9 мая там военный парад. У меня не было этого чувства. Такой беды. А на них смотрю и прям душа замирает. А все одеты. Сам он красиво выглядит. Молодой. Жена красавица. Ну все. Все хорошее. А внутри такая печаль. Я сегодня даже ролик на эту тему как бы составляю. Я отвечал тут на вопрос. Почему? Не знаю. Откуда я знаю? Вот он вышел. Когда о нем. И я молюсь. И молюсь. Стою. Молюсь. Больше ничего не делаю. От души печаль не уходит. Плакать хочется. Почему? Не знаю. Он программу свою сказал сразу. Распустить Думу. Портреты мои нигде не вешайте. Я не Бог, чтобы мне молиться. Владимир Александрович Зелинский. Президент Украины. Он мне понравился. А на душе печаль. Что они временно. Все это масоны. Все это игру устраивает. И он клянется на Евангелие. А Евангелие там говорится не клянись вовсе. Ну как на нем клястье, когда там написано не клянись. Рука-то не сгорела твоя. Крым там вроде вернуть. Да как-то кто его вернет-то Крым-то? Он никогда вашим не был. Донбасс другое дело. Ну мы же знаем это дело-то. Это Хрущев, Никита Сергеевич, Нине Петровне. Отчеркнул. Ну одна страна была. Какая разница за Украиной, за Россией. А он как повернул это. И теперь все по-другому. Я должен им сказать это. У меня очень большой опыт. Очень большой. А как опыт? Ну как опыта нет. Мы едем. Получить надо заграничные паспорта. Войти в шенгенскую зону. Как? Что? Мы все спрашиваем по интернету. В каждой стране какой порядок? А я переплетчиком много лет работал. Реставратором книг. Мне разные работы пришлось перепробовать. Около трех тысяч томов только переплести. Старинным методом я это видел где-то. И я все это скопировал и переплел. Поехали. И ничего не потребовалось. То есть они говорят правильно. Но на нас это не работает. Были в Чечне не ездить. Одни голову только режут. А они нас встретили как родных братьев. И при том не один раз были мы там. В Польшу. Там не заедешь. А в Польше оказалось легче всего переходить границу. В Дании. Да там у меня собака с собой была. Мы же отдыхали. И она стала чемпионом России. Собака. Ураган. Это все заснято у нас. На нашем ютубе найдете. Зачипировали. У нее щип здесь в загривке. Там ветеринарные справки. Там другого цвета. А нас ни разу не спросили даже. Почему? Мы молились. За нас все молились. И нас нигде никто. Милиция, полиция нас задерживали где-то. Проверили документы. Но ничего не было. Бог это так делает. Мы, конечно, опасались. А теперь у нас опыт. Мы три года ездили. Три года. Вокруг земного шара. По экватору три раза больше. 120 тысяч километров. Ездили не просто праздно. Есть, ходили с дарами. Везде выступать пришлось. Мне вот приходилось то на стадионе, то в домах культуры, клубы. А у нас государственные фильмы засняли. Государственные. Это на бобинах снимали. И на нашем сайте это все есть. Называется «Пречувствие». Фильм занял первое место на международном киноконкурсе. Документальных фильмов. Второе – моей биографии, снятой. Златоуст из Потеряевки. Первое место в России. Это тоже не на дороге валяется? А почему так? Бог так сделал. Богу слава, не нам. Богу слава, не нам.